Добрый день! Я очень благодарна, что вы приняли наше приглашение. Итак, Эрдоган на саммите НАТО заявил, что в 2025 году российские миротворцы должны покинуть Карабах. Очень интересно, он напомнил о том, что в соглашении, которое, кстати, он не подписывал, подписывали Азербайджан, Армения и Россию, это заявление скорее, было прописано, что там они остаются и продолжают оставаться до 2025 года и будут продолжать, если одна из сторон не заявит о том, что хочет, чтобы Россия вывела свои войска. Итак, почему Эрдоган об этом заявляет, и самое главное, он говорит о Алиев, мой брат Алиев, должен очень внимательно следить за этим процессом. Отсюда несколько вопросов, давайте я озвучу все вопросы, чтобы потом дать вам возможность высказаться. Первое, кстати, из России нет реакции, почему Эрдоган заявляет о том, что в 2025 году уже решено, что Россия выйдет из Нагорного Карабаха. И означает ли это, что есть возможность, что на смену российским миротворцам это место займут международные миротворцы? Очень интересная тема, на мой взгляд, и любые заявления или ответы на вопросы Эрдогана надо рассматривать как такой многослойный, многопластовый контент. Что за этим стоит? Безусловно, надо учитывать, где Эрдоган это заявлял. То есть он заявлял это в среде, где людям очень интересно знать, какие перспективы у российских военных оставаться где-либо на Южном Кавказе. И где есть серьезная заинтересованность, чтобы российских военных там не было. Соответственно, Эрдоган попытался удовлетворить этот интерес. Почему он взял на себя эту обязанность вместо Ильама Алиева? Потому что Ильама Алиева на самом деле НАТО не было и не могло быть. Он мог бы сказать, что меня попросил мой брат сообщить. Да, мог бы сказать, но в этом случае он может быть уменьшив, переуменьшив бы свою роль во всем этом. А Эрдуану, естественно, важно своим коллегам по НАТО показать, что он очень влиятельный человек во всем этом армяно-азербайджанском конфликте. И что подчеркнуть тем самым косвенно, что и в результатах войны есть его определенный вклад. Что касается замены российских миротворцев какими-то другими, в частности, представителями западных стран. Я думаю, в этом заинтересованности однозначно нет у Азербайджана и, скорее всего, нет у Турции. Хотя мы видим определенные шаги Турции в последние дни, которые свидетельствуют о том, что то, что мы называем русско-турецким тандемом, эта структура слабнет. И Эрдуан в большей степени проявляет заинтересованность идти в ногу с интересами западных партнеров. Хотя мы прекрасно понимаем, что это гибкий политик, и он может еще неоднократно изменить свои показания. И, в частности, надо ожидать, какие заявления и какие соглашения будут в результате его встречи с Путиным. То есть могут быть определенные смены акцентов. Почему Азербайджану и Турции невыгодно, чтобы кто-то заменял российских военных? Потому что влиятельность любой другой альтернативы во всех дальнейших процессах по регулированию армяно-азербайджанского конфликта будет большим. Соответственно, это будет сковывать руки Азербайджану и Турции. Мне кажется, там скорее согласны на какое-то сохранение присутствия России в большей степени, нежели их замену представителями Запада. И об одной из форм российского присутствия уже заявлено некоторыми людьми, которые в курсе того, о чем думают в аппарате президента Азербайджана. В частности, я думаю, будет рассматриваться вариант расширения полномочий Турецко-Российского мониторингового центра. И может быть увеличение присутствия уже в его рамках, а не как отдельного контингента российских военных. То есть этот сценарий, я думаю, в любом случае он лежит на столе, прорабатывается. И он в любом случае будет и для Баку и Анкары более предпочтительным, чем, как я уже говорил, замена российских миротворцев какими-то другими. То есть, если есть такая формулировка, такое мнение, что тем самым вот этим заявлением Эрдоган как бы захлопнул дверь перед носом у России и выставил Россию, или пытается выставить Россию, показывать, что он собирается выставить Россию вначале с территории Нагорного Карабаха, а затем из Южного Кавказа. Захлопнул ли Эрдоган дверь перед носом у России? Я думаю, не захлопнул. Я, как я уже частично прокомментировал эту тему, Эрдогану среди своих западных партнеров важно было показать, что он имеет вес, что его решения, его слово имеют серьезное значение. А если его заставят это сделать? Если так? Кто заставит? Партнеры по НАТО? Нет, я думаю, заставить Эрдогану что-то сделать в нашем регионе. Партнеры по НАТО не смогут или не захотят, учитывая, что там достаточно глубоко осознание, что у Турции, как важного союзника Азербайджана, есть свои ярко выраженные интересы, и лучше против этих интересов какими-то категорическими методами не лезть. Отсюда еще один вопрос. Вчера в Тепанакерте народ вышел на улицы, и вот эта перспектива, что в 2025 году российские миротворцы оттуда выйдут, опять новую волну непонимания ситуации или непонимания перспективы возродила снова, и народ обсуждает, или есть такое мнение, что два пути четко пока что обсуждается. Первый путь это встать на вооруженную самозащиту, если она понадобится, если Азербайджан пойдет в военной агрессии на Арцах. И второе, уже, конечно, безысходной ситуации нет, но рассматривается также вопрос, что если российские миротворцы выйдут, и арцахцы тоже вынуждены будут выйти из территории Арцаха. Как вы думаете, есть ли третий вариант развития событий? Я не думаю, что есть консенсусное восприятие этой темы в Нагорном Карабахе. Я думаю, есть люди, которые по-разному строят свои планы, по-разному представляют свое будущее. Есть такие, которые считают, что надо до конца защищаться, несмотря на превосходящие силы противника. Есть такие, которые считают, что все потеряно, и надо думать о том, как уехать. Есть такие, которые считают, что все-таки шансы на совместное проживание и сохранение при этом собственных прав безопасности и достоинства возможны. Теперь, какая часть ацахских армян в большей степени склонна к тому или иному решению, я затрудняюсь сказать. Я думаю, и социологии для этого нет достаточной. Но то, что в случае, если Россия уходит, Азербайджан решается на силовые действия, будет с тем или успехом силовое сопротивление, я не сомневаюсь. Запад, роль Запада или... Запад будет пытаться это максимально предотвратить. Не оставит на самотек. На самотек этот вопрос не оставит. На самотек не отставит, но, естественно, будет ограничиваться исключительно дипломатическими и политическими методами. То есть ожидать, что будут предприняты какие-то резкие шаги, было бы, по-моему, чересчур оптимистично для армянской стороны. Спасибо. Следующая тема. Сегодня стало известно, что 15 июля в Брюсселе встречаются Алиев, Пашинян, Шарль, Мишель. До этого была информация, опять же, вчера, по-моему, вечером, что Блинкин обсуждал, переговаривался по телефону с Алиевым и также с Пашиняном. Как вы думаете, вот встреча новая, переговорный процесс с переменным успехом продолжается. Сократилось ли расстояние между двумя сторонами Армении и Азербайджана? Преодолели ли они эти стороны недоверия друг другу? Какой сейчас идет, как вы оцениваете ситуацию? Все-таки сохраняется недоверие или вот, может быть, не или, а и, желание продавить свою волю другому? Вот чем занимаются стороны во время этих переговоров? Ну, я сразу отвечу на один из ваших вопросов. Недоверие сохраняется и достаточно глубокое. И преодолеть его в ближайшее время, видимо, будет невозможно. Это обусловлено и всей этой историей последних лет, и личными отношениями, я думаю, Алиева и Пашиняна, которые вряд ли испытывают симпатии друг к другу. Поэтому говорить о каком-то уровне доверия очень сложно. И конструктивный элемент во всем этом процессе, он обеспечивается участием западных посредников. В последнее время, прежде всего, это Соединенные Штаты Америки, которые, я думаю, сумели добиться того, что определенные наработки относительно текста потенциального мирного соглашения уже готовы. И две достаточно продолжительные встречи министров иностранных дел с интервалом примерно в полтора месяца. Они дали определенные результаты. Естественно, держать так долго Пашиняна и Алиева в Брюсселе, как держали в Соединенных Штатах Америки, Мирзуэна и Байрамова, никто не сможет. И именно поэтому необходимы были предварительные созвоны между Блинкиным, Алиевым и Пашиняном, чтобы посмотреть, насколько те предварительные тексты, которые были согласованы на уровне министром иностранных дел, являются обязательствами также первых лиц. Поскольку мы понимаем, что здесь потенциально возможны отклонения от тех предварительных договоренностей. И насколько, скажем, те вопросы, которые остались подвешенными, насколько в этих вопросах можно достигнуть прогресса на уровне уже Алиев-Пашиняна. То есть подготовительная работа была проделана, я думаю, достаточно существенная. Но есть один фактор, один из нескольких факторов, о недоверии мы уже говорили. Есть еще один фактор, который не позволяет, скажем так, с оптимизмом смотреть в будущее. И это, я имею в виду в данном случае, фактор того, что Азербайджан в любом случае рассматривает возможность каких-то новых военных действий. И поскольку там прекрасно отдает себе отчет, что военные действия могут принести гораздо более выгодные результаты для Баку, нежели переговоры. И когда такая альтернатива присутствует, ожидать достаточной конструктивности в переговорном процессе очень сложно. Да, если я могу получить больше войной, имея при этом преимущество силовое, то зачем я должен идти на какие-то более-менее компромиссные решения. Тогда почему он участвует в переговорах? Ну, он хочет посмотреть, а что он может получить от переговоров. Может быть, это его и устроит. Здесь, видимо, расчет на то, что какую-то дополнительную уступчивость, приближающую суть мирного соглашения к сути капитуляции, что, возможно, такой уровень уступчивости и можно добиться. Но здесь есть другая сторона того же вопроса. Если Армения или армянская сторона видит, что у Азербайджана остаются в голове перспективы решения противоречий путем новой войны, то какой смысл уступать? Чем больше уступлю, тем будет больше требований, приближающие саму суть так называемого урегулирования капитуляции. Тогда зачем я буду уступать? В чем моя заинтересованность в уступках? Я теперь не знаю, так ли происходят мыслительные процессы в голове Николы Пашиняна, но было бы объективно ожидать, что именно так они и происходят. И, соответственно, это делает обе стороны менее готовыми к соглашению по тем вопросам, где даже можно видеть исходящую из обоюдной выгоды компромиссную модель. Есть такая формулировка, во всяком случае родилась она, сейчас я ее записала. Может ли Алиев стремится достигнуть военных целей именно этим мирным договором? То есть в мирном договоре заложены те мины, которые потом взорвутся и дадут ему тот результат, который он мог бы получить военными методами, но получает методом заставления подписать этот мирный договор. Ну вот, в принципе, я на эту тактику намекнул, да, если ты все время показываешь, что ты можешь пойти на дальнейшие военные действия, чтобы добиться таких результатов, ты тем самым уломаешь оппонента к тому, чтобы он сам приблизил решение к капитуляционному. Но я уже привел аргумент, почему может как раз наоборот получиться, что даже там, где армянская сторона готова была бы уступить в ожидании, что это последняя уступка, да, и что вот она однозначно ведет к миру, но это не пойдет, оставляя какой-то резерв, да, защитный. Поэтому, скажем так, особого оптимизма по поводу этой встречи у меня нет, с учетом уровня недоверия. Но и недооценивать, видимо, способность Запада уговаривать мы не должны. Здесь единственный, я думаю, конструктивный фактор, это не подходы Пашиняна и Олива, а это те предложения, те идеи, те настоятельные советы, которые могут прозвучать со стороны Запада, и именно с этим какие-то, скажем так, позитивные ожидания есть. Вот вы сказали способность Запада уговаривать. Давайте посмотрим на другую тему. Способность Запада уговорить Турцию в вопросе вступления Швеции в НАТО. Давайте посмотрим на результаты. Мы все прекрасно понимаем, как Турция взамен на что Турция дала свое предварительное согласие. Да, уговаривать Запад может, но взамен на что, давайте сейчас посмотрим, Турция согласилась, уломалась, так скажем. А потом посмотрим, на что Алиев на что согласится, если Запад будет продолжать свою линию. Что там? Какой-то там базар, я очень извиняюсь, возможен. Ну, что касается Турции, я думаю, на поведение Ардуана влияют несколько факторов. Я, наверное, предположу, что главные из них два. Первый фактор – это последствия землетрясений в Турции, которые, естественно, не способствуют решению многочисленных социально-экономических проблем, которые есть у этой страны. Создав новые. И содействие Соединенных Штатов Америки, Евросоюза в преодолении этих проблем для Турции и Ардуана имеют огромное значение. И именно поэтому, получая какие-то обещания, Ардуан может делать и свои шаги навстречу. А второй важный фактор – это то, что происходит там в Украинском фронте и то, что происходит внутри самой России. Здесь, я думаю, Ардуану много оснований предполагать, что позиции России слабнут. Соответственно, если позиции России слабнут, то она становится менее интересным партнером в глобальном масштабе, гораздо менее интересным партнером в глобальном масштабе, чем Соединенные Штаты Америки и Евросоюз. И именно поэтому мы видим здесь сближение позиций по вопросу поставок F-16 самолетов. Здесь мы видим сближение позиций по поводу членства Швеции в НАТО. Я, кстати, еще до турецких выборов говорил, что при избрании Ардуана главным показателем будут именно эти два. Будет ли прогресс в этих двух вопросах, и по этому прогрессу можно будет судить, насколько Ардуан отклоняется от тандема с Россией в сторону возвращения к более конструктивным отношениям с Западом. И мы видим, что какие-то сигналы есть, что этот процесс происходит. Мы видим также другие, может быть, недостаточно подтвержденные данные о том, что Турция фактически согласилась предоставить поставленные России С-400 для партнеров по НАТО, чтобы они разобрали на винтике все это и посмотрели, как это работает для безопасности Североатлантического блога. Это важный момент. Но насколько эта готовность Турции однозначно предпочитать отношениям с Россией, отношениям с Западом в нашем регионе, я бы пока поостерегся говорить. В нашем регионе, я уже частично коснулся этой темы, в нашем регионе не исключено, что Турция будет продолжать рассматривать Россию как более интересного партнера для себя. Во-первых, это в большей степени развязывает Турецко-Азербайджанскому союзу руки. А во-вторых, перспективы того, что в этом тандеме между Москвой и Анкарой Турция будет приобретать все больший вес и будет становиться как бы старшим партнером, перспективы этого достаточно такие очевидные. В роли диктующего. Да. Ну потому что там есть еще и экономические связи, что Россия и Турция, там многомиллиардные у них проекты. Ну это как раз я бы рассматривал в контексте более широкого взаимодействия Турции с Западом или с Россией. Здесь, я думаю, Турция может пойти на определенные уступки. Еще одним показателем этого стало возвращение командира в Азово в Украину. Давайте рассмотрим этот эпизод тоже. Что сделал Эрдоган? Почему он был уверен, что пройдет этот номер? Ну он пока ни в чем не уверен. В чем он уверен или не уверен, как я уже говорил, мы увидим после его ожидаемой встречи с Путиным. Какие новые сделки там могут быть достигнуты и чем Эрдоган будет готов отплатить эту бяку, которую он сделал в Москве. Это все еще, учитывая, как я уже говорил, гибкую и достаточно волатильную политику Эрдогана, здесь еще много интересного может происходить. Вернемся опять к той же теме. Способность Запада уговаривать. Говорите вы, и мы вскользко оснулись того, или не озвучили, но озвучим и попробуем проанализировать. А что взамен Эрдоган потребовал от Запада, взамен того, что он соглашается на вступление Швеции в НАТО, на вступление, на то, чтобы двери Евросоюза наконец открылись перед ним. Давайте посмотрим. Демократическая Турция, это в принципе очень хорошо, если у нас такой сосед будет. Но будет ли? Откроет ли Евросоюз? Европейцы откроют ли дверь перед Турцией? Ну, я думаю, ответ, что именно по этой теме Эрдуан что-то получил, он лежит на поверхности, но я не думаю, что это суть вопроса. Поскольку, при всем при том, что Евросоюз во многих вопросах отступает от своих первоначальных, скажем, ценностей и принципов, ну, это является следствием и ослабления, да, этого геополитического центра. Ну, в итоге мир развивается, появляются новые игроки, и, соответственно, доля влияния и веса, которые имели Соединенные Штаты и Евросоюза, они будут последовательно падать, уменьшаться. И ЕС, естественно, это учитывает, и внутри ЕС, поэтому происходят процессы, которые повышают уровень терпимости, да, Евросоюза к каким-то отходам от принциповых ценностей. Даже внутри самого Евросоюза мы видим эти явления, да, ну, начиная с того, что Великобритания покинула ЕС, и то, как все-таки выживает внутри Евросоюза Венгрия со своим диктатором, да, все это говорит о том, что Евросоюз становится более доступным для каких-то моделей государственных, которые раньше были бы неприемлемы. Но все-таки эта терпимость, я думаю, хотя бы на ближайшие пять лет, а дальше заглядывать просто в наше время при динамике развития событий было бы неразумно, а ближайшие пять лет настолько опущена планка Евросоюза, быть не может, чтобы Турция, даже если там какие-то позитивные сдвиги будут происходить за этот период, чтобы Турция соответствовала ожиданиям от нее от Брюсселя. А как же тогда Турция будет действовать, если вы, если она ставит вот такое условие, и это условие, если по каким-то причинам не будет удовлетворено? Ну, давайте все-таки учитывать личность Эрдуана как политика. Он делает очень много резких заявлений, это часть его тактики, он это делает сознательно, хотя прекрасно понимает, что решительность в тоне далеко не всегда означает в его устах ультиматум или категорическое требование. Я думаю, это больше сделано было для какой-то риторики общей, для произведения впечатлений, нежели для достижения конкретных результатов. А конкретные результаты – это большее участие Турции в тех военных разработках, которые происходят на Западе, да, может быть возвращение к теме участия Турции в F-50-52, да, от которой Турция была отстранена, и какие-то другие вещи, и, естественно, экономическая помощь для преодоления последствий землетрясения. Тема Евросоюза здесь, она как бы вот это так, фон. Я, с вашего позволения, все-таки вернусь к самому первому вопросу, когда там я задала вопрос, есть ли возможность, чтобы после ухода России миротворцев с территории Нагорного Карабаха, есть ли возможность рассматривать, в общем, можно ли рассматривать, что международные миротворцы там появятся. Вы ответили на этот вопрос. С одной стороны, вы сказали, да, Турции и Азербайджану, в принципе, эта перспектива, она не по нраву. Это первая часть вопроса. А по нраву должны смотреть, по нраву это или нет, а как же иначе Запад пытается обеспечить безопасность населения Нагорного Карабаха? Оставим отношение к этому, не оставим, просто рассмотрим, конечно, рассмотрим отношения Азербайджана и Турции, но только этим определяется решение отправки туда миротворцев. Ну, мы же видим очевидную тенденцию, что после 44-дневной войны Запад сильно меняет свою риторику. Забыты сопредседатели Минской группы ОБСИ, которые довольно часто упоминались, продолжали упоминаться после 9 ноября 2020 года. Забыты формулировки даже Нагорный Карабах. Уже употребляется все чаще формулировка территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области. Нам такая хитрая формулировка придумана. Забыты слова типа статус. Они практически уже не употребляются. В последний раз Олаф Шольц употребил слово самоопределение. Больше мы этого слова не слышим. Это говорит, я думаю, не столько о беспринципности Запада или его чрезмерной гуттаперчивости, сколько о том, что там не очень хорошо понимают, какие все-таки и насколько твердые намерения имеет Армения. То есть сама уступчивость Армении, она вынуждает Запад тоже изменять свою риторику и те подходы, которые есть. В этой связи, я думаю, нужно учитывать и отказ Запада от какого-то непосредственного присутствия в регионе Нагорного Карабаха в форме наблюдателей, каких-то специальных миссий гражданских или военных. И мы очевидным образом сегодня можем наблюдать, что тема переформулирована. Сейчас тема о том, что Азербайджан должен сделать какие-то предложения, предложить какой-то пакет, который будет гарантировать права и безопасность армян Нагорного Карабаха. А Запад всего лишь посмотрит, насколько этому пакету можно доверять, насколько он работающий. И дальше уже оставить все на совести и доброй воле Баку, если там будут какие-то реальные механизмы. И, в общем-то, отражение этого мы видим также в поведении Азербайджана. То есть там сейчас, я думаю, и на официальном уровне, и на уровне разного рода исследовательских центров готовят бумаги. А вот как будет выглядеть процесс так называемой реинтеграции Нагорного Карабаха в Арцах? Насколько этому соответствует законодательная, конституционная база Азербайджана? Какие есть формы предоставления тех или иных прав муниципалитетам? Или к какому-то большинству этническому? И на основании всего этого делаются предложения, более или менее многообещающие, для того, чтобы армяне имели возможность там жить. Я думаю, все эти варианты сейчас так или иначе будут рассматриваться за столом переговоров. И от того, насколько убедительным будет Баку, Запад будет также более восприимчив к тем идеям, которые будет озвучивать Олег. Но разве это не противоречит? Действия Баку не противоречат всему тому, что вы сейчас обрисовали. Вот это то, что даже сигареты и что там было? Телефоны, да, мобильные телефоны были остановлены, как контрабандой. Они были названы. И прекращены даже вот эти небольшие рейсы миротворческие, я извиняюсь, МКК, Международный Красный Крест, машин. Безусловно, противоречат. Безусловно, противоречат. И поэтому были заявления Евросоюза и посольства Соединенных Штатов относительно того, что прохождение грузов гражданского назначения и людей через Злачинский коридор должно быть в полной мере восстановлено. То есть позиция, она есть. Но Азербайджан имеет свой аргумент здесь. Он говорит, хорошо, поскольку мы уже достигли все вместе, и армянская сторона, то есть Ереван, и вы, того, что в Агорных Арабах он часть Азербайджана. Значит, когда он будет реально частью Азербайджана, когда там не будет вооруженных формирований, Баку утверждает, что это вообще армянская армия. Хотя, конечно, это не так. И в Баку понимают, что это не так, но им выгодно так это представлять. А мы же прекрасно понимаем, что сегодня карабахские военные, они скорее в подчинении у РМК, или в подчинении Министерства обороны Армении. Что там на самом деле уже нет призывников из Армении. Если какие-то там отдельные факты есть, то это те карабахские молодые ребята, которые после войны, либо их села и населенные пункты вышли из-под контроля армянского, они переехали сюда, но продолжают оставаться на учете, и к ним могут приходить повестки. И приходили, и они туда ехали, когда можно было проезжать через Чинский коридор. И вот эти факты подаются, как присутствие там призывников, собственно, из Армении. Но, я думаю, ситуацию в Баку знают лучше, чем мы с вами. И все это, естественно, искусственные аргументы. Да, но пока здесь есть присутствие армянских вооруженных сил, пока есть финансирование официальное из Еревана в Степанакерт, мы не можем говорить о том, что суверенитет Азербайджана восстановлен. Вот когда суверенитет Азербайджана будет восстановлен, вы будете предъявлять нам все требования относительно передвижения грузов и людей. И множество других вопросов. То есть мы видим некий диалог, не гласный, но диалог, вот этими действиями. Естественно, есть перестрелка аргументами. Да, перестрелка аргументами и диалог. И что вы предлагаете, вот такой прямой вопрос, что вы предлагаете народу Арцаха сегодня? Что бы вы предложили? Я бы предложил формировать повестку, которая включает в себя возможность диалога между Степанакертом и Баку по всему комплексу вопросов, связанных с существующими объективно озабоченностями, как Азербайджанам по поводу своего суверенитета, так и армян по поводу своего права проживать на своей родине. Мы не можем сказать, что в данном случае право государства оно выше, чем право людей, которые ниоткуда туда не приехали. Они вот там жили со своими предками несколько столетий. Соответственно, эти оба права, они должны быть уважены и учтены. И чтобы такой диалог состоялся, я думаю, нужна гибкая и конструктивная позиция с обеих сторон, что, скажем, Степанакерт не заявляет, что мы там готовы обсуждать только формы и самоопределения, а Баку соглашается, что он не ставит в качестве условия, что темой переговоров будет исключительно реинтеграция, причем технические вопросы, связанные с реинтеграцией. То есть повестка, она должна быть открытой. Если люди не хотят с самого начала высказать свои заявления, свои требования, и поскольку они с самого начала не будут совпадать, оба встают из-за стола и уходят. Должен быть список озабоченностей. Вот озабоченности этой стороны, вот озабоченности другой стороны. Давайте обсуждать, как мы их преодолеваем, учитывая ту постановку вопроса, которую я предложил. В этом случае, я думаю, решения могут быть найдены, а с учетом того, что, безусловно, даже такой диалог между Степанакертом и Баку, он будет в той или иной степени присутствовать и в контексте переговоров между Арменией и Азербайджаном под модераторством Запада. Я думаю, здесь какие-то общие решения могут быть найдены. Но насколько к этому готов Баку, насколько к этому готов Степанакер? Вот мой вопрос именно был об этом. Нужно ли Алиеву, нужно ли Азербайджану? Вообще, нужно ли Азербайджану? Про Азербайджан мы уже с вами поговорили, что он, если имеет в виду, что он может все вопросы решить силовыми действиями, зачем он будет идти на какие-то компромиссы и согласия. А с армянской стороны, если все равно будут применены силовые методы и никакие наши конструктивные идеи не могут быть учтены, то зачем мы вообще будем разговаривать об уступках? Или мы оттуда уезжаем, кто-то скажет, или будем сопротивляться до конца. Да, формулы, чтобы этот вопрос где-то в другом месте решился и был бы навязан Азербайджану и Степанакерту, вряд ли это будет работать. То есть вариант отсутствия доброй воли или вариант уважения друг к другу, он не присутствует, то мы с вами зря разговариваем. Да. Это решается совсем на другом уровне. И в другом месте. Два генерала могут начать эти разговаривать. Еще одна тема. Я бы хотела эту тему с вами обсудить. Вы уж извините, я, наверное, вас уже замучила своими вопросами. Итак, сервитарь Совета Безопасности Армении Армен Григориан. Он говорит, Армения уже начала интенсивную дискуссию с США по поводу сотрудничества в сфере безопасности. Армения готова двигаться вперед в этом отношении. И сейчас они в Вашингтоне. Сегодня, завтра, послезавтра. Мы будем обсуждать, как нам укреплять, расширять сотрудничество. Итак, сотрудничество в сфере безопасности. Какие перспективы вы видите здесь в этом направлении? Я как одним прыжком актуализировать эту тему себе не представляю. Я думаю, для этого вообще мы должны сказать, что повестки армяно-американских отношений вообще не существует. Сегодня нет такой повестки. Сегодня есть повестка поддержки Соединенных Штатов Америки, каких-то реформ и так далее, но это не политическая повестка. Политической повестки между Вашингтоном и Ереваном не существует уже много лет. Частью этой повестки, я думаю, могут стать определенные шаги, которые укрепляют сотрудничество и заинтересованность друг к другу. И прежде чем переходить к теме безопасности, я бы посчитал, что приоритетом должно быть сотрудничество в энергетической сфере. В этом направлении хоть какой-то шаг относительно недавно был. Я имею в виду Воротанское водохранилище. Следующим шагом должно быть предоставление вот этих модульных атомных электростанций. Это тоже проговаривалось во время визита Армена Грекуриана в США. Но пока, насколько я могу понимать, это только слова. Вот когда здесь будет достигнута конкретная договоренность, когда здесь приоритет именно этому решению энергетических проблем Армении будет избран, а не, скажем, новый кредит российский для строительства атомной электростанции. И здесь этот вопрос же тоже обсуждается. Вот когда этот шаг будет сделан, и с этим будет определенная определенность, после этого мы можем говорить о новых шагах, связанных с сотрудничеством в военно-политической сфере. Раньше перескакивать через вот эту наиболее решаемую тему на более сложную, я думаю, бессмысленно. Спасибо в заключении. Такой вопрос, может быть, он такой будет сложненький. Вы видите, есть ли ключ к возникновению доверия между Арменией и Азербайджаном? Что нужно, чтобы вот... И мы в самом начале, когда сказали, что 15-го числа Алиев и Пашинян встретятся в Брюсселе, очередная встреча, мы отметили, и вы сказали, что да, первая самая проблема, что отсутствие доверия. А есть ли ключ к тому, чтобы вот эта дверца доверия открылась? Или так и будут они друг с другом отворачиваться друг от друга? Нужна компенсация отсутствия такого доверия на уровне первых лиц. Мне сейчас трудно судить, в какой атмосфере проходили встречи Мерзуэна-Байрамова. Если там атмосфера в большей степени была наполнена элементом доверия, то это одна из форм компенсации. Если они, я сужу по фотографиям, сидели за столом и ели, там маленький такой столик был, помним? Помним выражение лица, они спокойны. Если ты ешь в присутствии кого-то, ты должен доверять ему, правильно? Это чисто вот на этом уровне, если судить. Будем надеяться, что наши восприятия нас не обманывают. Что там есть какой-то шанс нахождения, замены, отсутствие, скажем, нормальных отношений между Алиевым и Пашиняным. Я почему говорю именно о компенсации? Потому что, к сожалению, я не чувствую, что между Пашиняным и Алиевым какая-то химия, популярное слово, возникает. Я думаю, что вкладом может быть и общение мэра Грикориана с Шайном Мустафаевым. Хотя там есть и мешающий фактор. Там доминирующую роль в этом диалоге играет Россия, а это не всегда обещает нахождение... Есть слово, это чревато. Такое слово есть. И, наконец, в гораздо меньшей степени, но компенсацией могут быть разные другие диалоговые площадки и в средствах массовой информации, и на уровне экспертного сообщества. То есть вы допускаете мысль, что да, есть возможность, есть этот ключ, он есть? Он есть, если в общих чертах и не очень скептически ко всему этому относиться, если вы мне дадите две минуты, я постараюсь обрисовать в контексте эту ситуацию и эти возможности. Насколько я понимаю, сегодня в азербайджанском обществе есть три главных настроения. Да, одно настроение это то, что, в общем, мы выиграли войну и дальше можем выигрывать еще много войн, поэтому давайте не ограничивать себя в аппетитах. Чем больше возьмем, тем лучше, включая уже территорию собственной республики Армения. Эти настроения есть. Я сейчас не буду говорить в процентах, но они достаточно большую часть общества охватывают. А второй сегмент это люди, которые считают, что вот все, что между нами было, да, мы не хотим больше воевать, мы устали от всего этого, но для того, чтобы, на данном этапе, для того, чтобы сейчас все это умиротворить, надо, чтобы армяне жили все в Армении, включая арцахцев, пусть там переезжают. Может быть, даже можно сделать какой-то жест, оплатить им стоимость их недвижимости, чтобы они новую недвижимость приобретали в Армении. Вот пусть уезжают, они пусть живут там у себя, мы будем здесь жить, здесь у себя, дальше посмотрим. И третий сегмент это люди, которые все-таки считают важным, чтобы, для кармы может быть, чтобы армяне продолжали жить в Нагорном Карабахе и чувствовали себя там относительно комфортно. Вот всякого рода разговоры, всякого рода встречи, всякого рода инциденты, как уже негативный фактор, они влияют на то, как перераспределяются пропорции между этими тремя, количественные пропорции между этими тремя сегментами. Ну, на это влияет, наверное, и также средства массовой информации. Да, то есть, может быть, чем-то повлияет наш с вами разговор. Да, может быть, повлияет, и мы в таком случае, как бы вы хотели. Да, и поскольку иного оружия у нас с вами нет, я думаю, и у каких-то азербайджанских коллег могут быть такие настроения, мы должны работать на тот сегмент, который я обрисовал последним. Я очень благодарна вам за сегодняшнюю беседу. Спасибо большое. Спасибо, дорогие друзья. Напомню, что мы беседовали с политическим аналитиком Борисом Новосардяном. Беседу Вилагана и Рагелян. Всех благ. Продолжение следует...